Одна из лучших традиций московской автомобильной жизни – это олдтаймер-галерея, которая проводится с завидной регулярностью, невзирая на внешние обстоятельства. И всякий раз здесь можно увидеть нечто абсолютно потрясающее, вроде, скажем, вот этого автомобиля DeLunay Belville. Его цилиндрический капот как бы отсылает нас в мир паровозов. Это совершенно не случайно. Дело в том, что компания DeLunay Belville вообще-то долгое время занималась производством паровых двигателей. И я бы в жизни об этом не узнал, если бы не прочел, что написано на табличке. Одним словом, если соберетесь на выставку, не только осматривайте экспонаты, но и читайте описание. Экспонаты самые разнообразные. От полностью стандартных машин до хот-родов, от янгтаймеров, которые можно встретить на улицах, до причудливых мастодонтов из императорского гаража. Полтаймер-галерея проводится уже целых 20 лет. Жизнь нас перевела на такой график «Весна Петербург, осень Москва». Наверное, это нормально и правильно, и справедливо для обоих великих городов, потому что и там, и там есть свои реставрационные школы, и там, и там свои интересные мастерские в огромных количествах. В зале можно увидеть что угодно. И роскошный Jaguar XJR, и лимузин Брежнева, и невероятные кастомы в стилистике ретрофутуризма. Но в центре внимания, на сей раз, общественный транспорт. Мы очень внимательно следили 10 лет за ходом реставрации автобуса ЗИС-8. Сам по себе автобус знаковый для нашей страны, это самый распространенный довоенный городской автобус, и долгое время считалось, что ни одного не сохранилось. Единственный выживший экземпляр переделали в деревенский сарай. Кудесникам из мастерской Евгения Шаманского удалось превратить тыкву обратно в карету. Правда, взмах волшебной палочки длился довольно долго. Первый раз, когда вот этот экспонат был показан у нас на выставке, еще тогда, вот 10 лет назад, это были просто живописные ржавые руины. Хотя коллекционирование предметов старины нацелено на вечные ценности, здесь тоже есть свои веяния и тренды. Вроде как вошло в моду коллекционировать японские автомобили, причем янгтаймеры, такие вот 80-е годы, 70-е. Здесь, в этом огромном зале, можно перемещаться между разными историческими эпохами, разными автомобильными культурами. Ну и в конце концов, эти старые машины просто очень-очень красивые. Даже сегодня они производят на нас совершенно потрясающее впечатление. Одним словом, если у вас будет возможность посетить такую выставку, не примените ею воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова